SCP-001 Замок Объект номер SCP-001 Класс объекта безопасный Особые условия содержания SCP-001 должен храниться запертым вместе со всеми касающимися его данными в главном архивном хранилище на подуровне 1, зоны 10. Хранилище представляет собой крепленный фундамент и вертикальную восьмиугольную стальную призму. Подробные чертежи смотрите в приложении U с люком в потолке. Вес люка 2000 кг. Толщина 90 см. Он открывается в строго определенное время. График открытия засекречен и доступен только доктору Я.Мирски. Доступ разрешается при соответствии к каким-либо условиям. Например, доступ дает сочетание ключа карты, проверка отпечатков пальцев и фраза пароля. SCP-001 причисляется к самым безопасным артефактам фонда. И все эти меры, прежде всего, направлены на предотвращение его похищения. Описание. SCP – это гладкий черный оникс эллиптической формы, примерно 15х15х16,5 см, с узором из белых пятен. Камень заключен в золотую оправу, которая представляет собой филигрань сложной слоистой формы и охватывает камень по всему экватору, по обоим полюсам. В месте, которое считается нижним или южным поясом объекта, золото наложено широкими слоями. Однако с увеличением широты оправа становится все более сложной. Около северного полюса, который также называют замком или сингулярностью, филигрань становится настолько сложной, что ни оптические, ни электронно-лучевые микроскопы не могут помочь ее рассмотреть. Исследования приостановлены до каких-либо продвижений в технологии микроскопии. Было выявлено, что камень постоянно излучает небольшое количество тепла в микроволновом диапазоне. Вследствие этого объект теплый на ощупь. Белые участки испускают немного больше тепла, чем черные. Кроме того, SCP-001 абсолютно инертен. Он непроницаем для любых видов электромагнитного и проникающего излучения и на настоящий момент неразрушим. Смотрите протокол проекта Плутон. То, что объект состоит из оникса и золота, предполагается исходя из визуального осмотра, так как взятие образцов для химического анализа оказалось невозможным. Протокол проекта Плутон. Следующие способы не дали результатов при попытках открытия SCP-001. Взлом отмычкой. Применение грубой силы. Молоток до лотоку Валда. Болторез, сварочный аппарат. Ленточная пила и другое. Поддерживаемое нагревание до 5000 градусов по Цельсию в промышленной печи. Артефакт отразил всю тепловую энергию. Не повысив при этом свою температуру. Прямое воздействие промышленного лазерного резака. Примерно 160 кВт на сантиметр квадратный. Сконцентрированное на замке. Артефакт отразил всю энергию. Сжатие при помощи тисков. Автомобильного пресса. Гидравлического пресса с алмазным покрытием. Все перечисленное разрушилось. Применение коррозийных кислот и других сильных окислителей. Никакой реакции. Взрыв пластичных и твердых взрывчатых веществ. До половины килотонов тротилов в эквиваленте. Рядом с объектом. Никакого эффекта. Взрыв ядерного заряда. В 15 килотон в тротилов в эквиваленте. Рядом с объектом. Разрешение получено доктором Мирски. Никакого эффекта. Проект Плутон должен быть немедленно свернут. Доктор Хэнк. Изменено. Проект Плутон продолжается. При полной ресурсной поддержке фонда. Доктор Мирски. Отчеты получения SCP-001. Самая ранняя запись SCP-001. Находится в рукописном дневнике. Мелкого шотландского аристократа. Сэра Эдвина Яника. Третьего баронета. 1611-1677 год. Как часто было принято в те времена. Янг имел кабинет редкостей. Маленькую комнату с артефактами. Неопределенного происхождения. Такими как скульптуры. Чучело животных. И различные безделушки. Дневник Янга. Содержит отсылки на получение в 1654 году. Оникса в золотой оправе. За предельные тонкости работы. Во время путешествия через Месопотамскую пустыню. Согласно дневнику. SCP-001 был обнаружен. Погребенным подруидами. Недоброго проклятого места. Которое старше чем само время. Который Янг счел храмом ужасного бога смерти. SCP-001 был заключен в камень. Который располагался в центре четырех огромных. Покрытых рунами камней. В дневнике Янга. Имеется набросок. Самой читаемой части камня. Который сохранился лучше остальных. Однако сам Янг не смог прочесть руны. Или найти ученого. Который бы смог их перевести. Записи Янга относительно его путешествий. И местоположения рун. Являются незаконченными. К настоящему времени. Данное место не было обнаружено. Коллекция необычных сбережений Янга. Хранилась в течение нескольких веков. После его смерти. В 1805. Его потомки пожертвовали SCP-001. Национального музея Шотландии в Эдинбурге. Смотрители музея сочли объект древним, хрупким и бесценным образцом металлообработки древних шумеров. Потому им не удалось обнаружить то, что SCP-001 аномально теплый, а также его неразрушимость и невозможная в плане тонкости работы строения. Однако им удалось идентифицировать рун на наброске в дневнике Янга, как третичную шумерскую клинопись, относящуюся примерно к 3400 году до нашей эры. Возможен только частичный перевод. С потерей и не переведено. Мы и я не переведено. Существительное. Абхат. Вероятно, имя собственное. В этой концовке, либо окончании, не переведено. Радость плюс постоянство. Возможный перевод защита. Господин Маккенлиш, выполнивший перевод, отметил. Судя по всему, текст является неким заговором или заклинанием содержания. Абхат, по-видимому, это название того, что заключено внутри камня. В 1949 году SCP-001 был, наконец, выставлен на полупостоянный показ. В 2003 году сотрудник фонда, находившийся в отпуске, заметил, что белый узор на поверхности объекта похож на космическое микроволновое фоновое излучение, которое полностью охватывает обозримую вселенную, и изображения которого были получены НАСА чуть ранее в этом году. С помощью зонда микроволновой анизотропии Уилкинсона. SCP-001, наряду с дневником Баранетта Янга, был куплен подставной фирмой фонда и перемещен в Зону-10, где доктора К. Хек и Я Мирски проводили стандартный начальный анализ. Исследования продолжались под эгидой доктора Мирски. Доктор Хек недавно покинул фонд. В дневнике Янга также имеется несколько подробных эскизов SCP-001. На одном из эскизов изображен небольшой украшенный объект, напоминающий ключ, который вставлен в северный полюс SCP-001. Сам ключ обнаружен не был. Абхат. Рассказ из мира соревновательной эсхатологии. Того мира вселенной SCP, где все концы света случились сразу. На одном из подземных уровней Зоны-10, доктор Яра Мирски подняла затянутый в перчатку рукой драгоценный камень и посмотрела на его просвет. Этот жест она делала уже не одну сотню раз. Ее восхищали черные грани, по которым растекался белый узор, и золотая филигрань, обивающая поверхность камня. SCP-001-Дельта, четвертый из объектов SCP, так называемой высшей категории. Иначе говоря, объект-001, один из нескольких объектов, имеющих непосредственное отношение к созданию фонда. От него, по мнению Яры, было больше всего расстройства. Например, с пятым уровнем допуска, это было почти все, что положено знать о Дельте. Большинство других объектов 001 снабжали целым ворохом дезинформации, от которой не теряющие любопытства сотрудники еще сильнее переставали понимать ситуацию. Некоторые версии были исправлены до неузнаваемости. Например, Йота, который Яре полюбил сильнее прочих. Шуточки с самоотсылкой, чтобы вызвать у особо любопытных экзистенциальный кризис. Некоторые были сфабрикованы от и до. В частности, легенда про Бетту, что в сущности не вызывало удивления, потому что объект был обыкновенным монстром. Что в этом такого необычного или поразительного, если сравнивать с пирогами класса Кетр или проектом Ро? Бетта был стопроцентным, безосновательным вымыслом, если не считать замшелой системы классификации. Но с Дельтой было иначе. Дельта выделялся тем, что людям вечно казалось, что нарытая ими информация сфабриковано. И казалось зря. Дельта был самым прямолинейным из SCP-001. Замок, на который, похоже, буквально заперта наша вселенная. А также нечто под названием Апохат. Это казалось шуткой, место которой в мультсериалах. И оттого было еще сложнее осознавать, что это правда. И к Дельте, замку, до сих пор не подходил ни один ключ. Само собой, опять пытались его взломать. Особенно те из них, кто был твердо уверен, что содержать что-нибудь под замком – это их привилегия. Только их. Одной втемяшилось в голову, что на Дельту заперт рай. Она все болтала. На тему какой-то там инициативы Томиэль. Пусть себе болтает. Этот замок не вскрыть. Даже при помощи SCP-005. И никакая многомегатонная бомба не взломает корпус Дельта. Яра ощутила тепло Дельты сквозь перчатки и поразмыслила, что может быть им и повезло, что Дельту так и не открыли. Этим размышлениям она и предавалась, когда взревели первые сирены. Своё кодовое имя предвестник терпеть не мог. Предвестник. Ну серьёзно. Драматизма идиотского полные штаны. И ведь зовут и зовут его так. Из соображений безопасности. Видите ли, предвестник, предвестник. Предвестник? Предвестник, предвестник. Прибить хотелось того сухиного сына, который это выдумал. Но на территории зоны 10 это существо не могло думать о себе никак иначе, как о предвестнике. Ни имени, ни тем более половой принадлежности. Пока что предвестник не имел пола. И так будет, пока всё не кончится. Само собой, в плане чтения мысли фонд не особенно блистал. Но на кону стояло так много, что лишний раз рисковать ему не хотелось. Особенно если это касается 001. Особенно Дельта. Предвестник был хорошо знаком с условиями содержания Дельты. Писанными и неписанными. Может даже слишком хорошо знаком. Нет, об этом думать тоже не стоит. Внешняя оболочка вокруг главного архивного хранилища предвестник просто разорвал. А лёгкость, с которой легированная сталь разошлась на части, заставила его поморщиться. Затем пришла очередь оружейных установок. После них химических распылителей. Светящийся силуэт предвестника выдержал всё, что на него обрушилось. И одним взмахом руки превратил установки в груду металлолома. За несколько секунд все условия содержания, разработанные с таким трудом, стали бесполезны. Предвестник бережно оттолкнул зашевелившиеся в мозгу воспоминания. Предвестник дошёл до хранилища. Под этим именем скрывалась внушительная восьмигранная камера содержания, спроектированная с одной целью – сдерживать SCP-001 Дельта. И до сего момента эта камера прекрасно справлялась. Сделана она была из железобетона и стали. Единственный проход внутрь находился в потолке и был заперт на замок с часовым механизмом. Надёжно защищённый проход. Ничто не могло пробраться внутрь. Предвестник скорчил гримасу. Организации никак не удавалось рассчитывать масштабы сил, с которыми надо считаться. Это надо исправлять. И исправлять быстро. Предвестник не стал возиться с люком и просто сорвал всю лицевую сторону свода. Затем сделал два шага и остановился. Хранилище было пусто, но не было. В общем-то, сейчас там сидела женщина. Предвестник её узнал. Доктор Яма Мирски, руководитель исследовательского проекта по 001 Дельта. В его голове промелькнула опасная мысль. Мысль о ней. Предвестник быстро заглушил эту мысль. Но для этого он отвлёкся на какую-то секунду. Очень важную секунду. В руках Мирски устроилось какое-то перекаченное подобие гарпунной пушки, нацеленное прямо в его сторону. Казалось, она совсем не удивлена появлению предвестника. Вовсе нет. Она нажала на спуск. Да будь она проклята, подумал предвестник, когда стрела пронзила его грудь. Яна Мирски не знала, как будет выглядеть незваный гость, этот предвестник. И твёрдо решила, что как бы он не выглядел, это её не собьёт с толку. Но предвестник оказался без преувеличения поразителен. Равномерно светящийся белый силуэт в форме человека. Лица не разобрать. Непонятно даже, мужскую ванну или женского пола. И было. Ощущалось в нём что-то потустороннее, отчего на предвестника было трудно смотреть. Дело было даже не в сотне крыльев. Яра вспомнила библейские истории, которые ей доводилось слышать в церкви в юности. Там говорилось про ангелов, о том, как смертные в неведении преклоняют колени. Но ангел остановит их, под ними-то упрекнёт. Ибо преклоняться должно быть лишь единому живому господу. Конечно, у него в груди торчал гарпун, но она сама его туда всадила. Глядя на лик предвестника, она почти позабыла о гарпуне. Но тут сияние стало меркнуть, и какая-то часть ослепительно белой энергии закрутилась спиралью и начала втягиваться в гарпун. Слава богу, сработало, подумала Яра и улыбнулась, оценив иронию этой фразы. Предвестник всё же не сводил с неё глаз, шевельнулись только его руки, поднялись к гарпуну. Она знала, что гарпун на полной мощности ему не извлечь, по крайней мере, пока тот вытягивает саму сущность предвестника. Но он и не пытался. Вместо этого предвестник разобрал гарпун, взломал корпус, размотал внутреннюю проводку, добрался до источника питания, сдавил его до хруста, и сразу же засиял так же ярко, как и раньше. Предвестник отбросил обломки ставшего бесполезным гарпуна в сторону, шагнул в сторону Яры и взял замок из её немевших пальцев. Яра миски рухнула на колени. «Эй, хорош!» – сказал предвестник. «Не собираюсь я тебя убивать». Поразительный голос существа привёл Яру в чувство. Он имел потустороннее, медоточивое звучание, не был ни мужским, ни женским, но в нём не было драматизма. Будничный голос, уставший. «Не казни себя так», – сказал он. «Серьёзно». Она поднялась на ноги и снова посмотрела на предвестника. На том месте, где гарпун вонзился в грудь. Должна была бы быть сияющая рана, но никакой раны не было. Чистое место. А предвестник на неё и не смотрел. Он рассматривал замок. «Очень умно», – отметил он. «Почти сработало». «В другое время и в другом месте. Может, и сработало бы». «А почему не сработало?» – спросила она. «Если бы я тебе сказал». Ответил предвестник. «Ну, тогда бы ты узнала». Яра не смогла придумать достойного ответа. Предвестник пошевелился, протянул руку внутрь и достал из своей мантии некий предмет. Яра совсем не удивилась, что такой предмет оказался у предвестника. Небольшая изукрашенная вещица, похожая на ключ. Точно такая же, как на найденных рисунках. Такой крохотный ключ. Такой обыкновенный. «Постойте», – попросил Яра. «Погодите, пожалуйста. Я знаю, что вам. Вам ведь точно захочется это сделать. Но подумайте, прошу. Есть ли у вас хоть какое-нибудь представление о том, что может быть внутри? Знаете ли вы? «Вообще-то», – предвестник похоже усмехнулся, «я достоверно знаю, что там внутри». Яру пробрал легкий озноб. «Заклятие удержания». «Апахат», – произнесла она. «Апахат», – согласился предвестник. Существо вставило ключ в замок и повернуло. Помещение осветила краткая вспышка, и мир в чем-то необратимо изменился. На один краткий миг предвестник перестал быть сияющим, стукрылым существом из ангельских ратий. «Обычный человек», – ничего более. «Они взглянули друг на друга». «Я тебя знаю», – сказал Яра, не думая, что говорит. «Ты». Предложение осталось недосказанным. Даже мысль в голове не могла прийти к логическому результату. «Существо», – «оно». Предвестник как-то не давал ей развиться. «Прошу прощения», – сказал предвестник. Сияние его вернулось в полной славе. Ничего личного. Он взглянул на замок, словно наблюдая, словно вслушиваясь. «Что ты сделал?» «Что это?» «Чему-то ты открыл дверь?» В затылке Яры появилось какое-то сверлящее чувство. Глаза сами с собой тянулись к замку. Внешний замок не изменился, но все же стал совсем иным, невероятно иным. «Что такое апахат?» «Это конец», – сказал предвестник. Ткань реальности стала распадаться у них перед глазами.